Борис Михайлович, скажите, вы чувствуете гордость за то, что вы сделали? Ведь это действительно настоящая медицинская сенсация в Украине. Ну, гордость, наверное, громко сказана. Мы просто делаем ту работу, которую должны делать. Гордость чувствую за коллективе, за клинику, потому что это очень такая коллективная работа. В кардиохирургии один в поле не воин, и только командная слаженная работа может дать хороший результат. Расскажите подробнее о команде. Кто эти люди и сколько человек? В целом в Институте сердца работает около тысячи человек. Их гостяк – это те ребята, с которыми я начинал работать еще в Институте Амосова. И они со мной работали потом в Институте хирургии и трансплантологии. Мы делали 15 лет назад с этой же командой первую пересадку сердца в Украине. И отработали там 8 лет. А вот уже еще 8 лет работаем сейчас в Институте сердца. Это анестезиологи, реаниматологи, перфузиологи, хирурги, с которыми я уже на протяжении последних, наверное, лет 25 работаю постоянно. Это костяк той команды. Но, конечно, еще и есть новые сотрудники, которые пришли чуть позже. В целом в операционной находилось около 20 человек, только операционный этап. Около 20 человек, которые обслуживали эту операцию. А потом в реанимации, в лаборатории, на этажах, конечно же, наших больных обслуживают десятки разных людей. И врачей, и сестер, и лаборантов. Большой коллектив. Скажите, а что с Вашим пациентом сейчас? Где он сейчас находится? Или он еще на стационаре? Человек с имплантированным механическим сердцем какое-то время должен находиться в реанимации. Потому что механическое сердце, которое мы имплантировали, не замещает полностью его свое собственное. Это механизм, который помогает работать левому желудочку. И все остальные отделы сердца, и вся сосудистая система должна приспособиться к новому режиму работы. Это занимает довольно продолжительное время. Как правило, такие больные находятся в клинике от месяца до трех месяцев, пока все это стабилизируется, растет, адаптируется. И уже после этого такие больные идут домой. Как Вы вообще нашлись с пациентом в Вашем будущем? Почему именно он? Это была острая необходимость? Или же он просто выступил добровольцем? Найти таких пациентов несложно. У нас на сегодня на листе ожидания больше 50 человек. Это только из тех, кого мы регистрируем и ставим на лист ожидания. По правде сказать, каждые полгода этот лист ожидания обновляется. В плохом смысле слова обновляется. Потому что люди, которые остановятся на лист ожидания, по статистике, больше 6 месяцев не живут. Это те самые люди, которым никакие другие методы лечения уже не помогают. Им нужно либо сделать пересадку сердца, либо вшить им механическое сердце, с которым они могут дождаться пересадки. Так что выбор был сложный из многих больных. Это был пациент, который в листе ожидания стоял первым. То есть он был самый тяжелый. И перспектив на выживание у него было меньше, чем у других. Поэтому выбрали его. Но еще при этом выборе, конечно же, мы учитывали тот факт, что в дальнейшем нужно будет делать пересадку. И он, как кандидат на пересадку, был наиболее подходящий. Я знаю, что в Европе трансплантация искусственного сердца является временной мерой. Вот о чем вы сказали. То есть в дальнейшем этот же пациент, ему нужно будет живое сердце, правильно? Конечно. То есть всю жизнь он с ним жить не сможет? В Европе в среднем с механическим сердцем люди живут полтора года. Как правило, за этот период находят для них донорское сердце. В странах Восточной Европы, где меньше доноров, с механическими сердцами живут дольше. И вот есть рекордсмены, которые живут 7-8 лет с таким же точно Берлин-Хартом. То есть его срок службы не ограничен. Там нет трущихся деталей, там турбина, которая гонит кровь, она подвешена в магнитном поле, поэтому нет изнашивающихся деталей. Если с ним аккуратно обращаться и ухаживать, как положено, то на много лет можно жить именно с таким сердцем. Заговорили за обращение. В чем особенность дальнейшей жизни пациента с механическим сердцем? Что нельзя? Это же, наверное, масса ограничений. У этого пациента здесь на боку есть дырочка, через которую выходит электрический кабель. Толщиной где-то сигаретку. Это где-то 5-6 миллиметров. Это кабель, через который выходят провода, которые обеспечивают питание механического сердца и провода, которые обеспечивают управление этим сердцем. Оно очень хорошо регулируется по скорости, по объему циркулирующей крови. И оно регулирует само себя еще к тому же. Поэтому этот кабель соединен с контроллером, который постоянно нужно носить пациенту. Эта дырочка, которая выходит через кожу, она является потенциально воротами для инфекции. Поэтому ее нельзя мочить, ее нельзя травмировать. С ней нужно очень тщательно ее обрабатывать средствами, заклеивать специальным пластырем, фиксировать специальным фиксатором кабель, чтобы он не перегибался, не ломался, поскольку он должен работать много лет. И если человек делает какие-то физические упражнения, или катается на велосипеде, или где-то хочет пробежаться, то должен быть специальный фиксатор, который этот кабель фиксирует. В целом каких-то больших серьезных ограничений нет, кроме большого спорта и купания где-то в открытом водоеме. Других ограничений у пациента нет. Он может работать, он может проходить через рамку магнитную, ничего не влияет на работу механического сердца. Ну, в общем, вот такие два ограничения основные. Все остальное, как у обычных людей. То есть механическое сердце – это не в прямом понимании сердца, вот как живое сердце. Оно из чего сделано? Механическое сердце – это небольшая турбинка, ну, наверное, сантиметров 4 в диаметре и где-то сантиметров 12 по длине. Даже не знаю, с чем тут можно это сравнить. У нее есть входное отверстие, оно крепится к желудочку, к левому желудочку, и выходная часть уходит в аорту. То есть это такая турбина, которая является обходом левого желудочка. Забирается кровь из сердца и вгоняется в аорту, минуя саму нагнетательную функцию мышцы сердечной. Так что ничего там такого уж сверхсложного в плане внешнего устройства, но сама электроника и регуляция этой турбины настолько сложна и настолько тонка, что, ну, вот мы были на производстве, например, сама турбинка, которая вращается в магнитном поле, в течение нескольких дней вручную полируется. Электроника, которая обеспечивает эту работу настолько надежна, но что и настолько защищена от различных воздействий внешних, что вот на протяжении 8 лет она работает беспрерывно и не ломается, ничего с ней не происходит. То же самое, так же устроен кабель, так же устроено все, что находится внутри. То есть это сверхпрочное, сверхнадежное, сверх-сверх-сверх вот такое устройство, которое рассчитано на работу в течение многих лет. Кто-то в мире, вот кроме Германии, клиника выбрала именно немецкого производителя, производят еще такие приборы? Есть, да, множество фирм, не могу сказать, что их там прям сотни, но до десятка ведущих производителей, которые пытаются делать разные сердца, разные по устройству. Есть с пневматическим приводом сердца, они менее долговечны, есть с электрическим приводом сердца, более долговечны, есть различные еще вспомогательные устройства, которые так долго не работают, они рассчитаны только на месяц. Но из таких долговечных Берлин Харт является лидером в мире, и половина этих сердец используется в Америке. То есть традиционно немецкая техника, инженерная разработка. Поэтому ваш выбор остановился? Мы остановились на них из соображений соотношения цены-качества. Во-первых, они не самые дорогие. Во-вторых, в плане сервиса нам гораздо ближе общаться с Европой, чем с дальними странами. Если не секрет, какая цена механического сердца? Не секрет, цена около 120 тысяч евро. Здесь, в Украине, и высокая цена, конечно. С одной стороны, высокая цена, понятно, стоит как хороший Мерседес, какой-то супердорогой. С другой стороны, если подумать, что это устройство должно на протяжении 8 лет, или даже 10 лет непрерывно работать и не дать ни одного сбоя, не поломаться, то можно себе представить, насколько сложно оно устроено и насколько качественно оно сделано. А если сравнивать цены в других странах, какие цены на такую продукцию в мире? Честно говоря, я не изучал этот вопрос. Мы выбрали из тех сердец, которые были зарегистрированы уже в Украине. И сегодня Берлинг Хартс зарегистрирована в Украине, поэтому выбор пал именно на него. Сам процесс довольно долгий и сложный. Когда мы увидели, что пациент уже ухудшается окончательно, и что больше месяца мы его не сможем протянуть на поддержке, то у нас особого выбора не было. Мы выбрали то сердце, которое уже не требовало регистрации дополнительной и каких-то там организационных вопросов, и взяли Берлинг Хартс. Скажите, вот провести первую в Украине трансплантацию механического сердца, это лично ваша инициатива была? Как вы вообще согласились на это и приняли решение? Ведь до этого вы этого не делали. Все, когда ты в жизни делаешь впервые, так как мы делали и первую пересадку впервые, это всегда очень сложно организационно, потому что ты первопроходец, никто этого еще не делал, никто не знает, как шаг за шагом к этому подступиться. И там есть вопросов много и медицинских по самой технологии вшивания. Огромное количество организационных вопросов, как контролировать свертываемость, как зашивать, как укладывать, как ухаживать за раной и так далее. Огромное количество вопросов, как обслуживать потом эту технику на протяжении многих лет, чтобы были люди, которые умеют с этим обращаться и не допустить сбоя и так далее. Поэтому перед тем, как к чему-то приступить, мы всегда готовимся очень серьезно. Как вы готовились? Сначала мы ездили на практические занятия, то есть мы поехали в клинику европейскую, где это делают, и посмотрели, как вшивается, и поассистировали довольно много на таких операциях. После этого мы получили сертификат в Берлине, мы поехали на теоретический курс. С большой бригадой 7 человек из нашей клиники поехали, прослушали цикл лекций, сдали экзамены и получили сертификаты. Фирма, которая производит такую дорогую надежную продукцию, не дает свою продукцию в руки людям, которые могут дискредитировать каким-то образом то, что делается. Поэтому они дают только в те клиники, которые действительно могут это делать, где достаточно аппаратуры, где достаточный уровень кардиохирургии, анестезиологии, реанимации, перфузиологии. Наша клиника была сертифицирована в прошлом году европейскими стандартами. И, может быть, благодаря этому во многом институт сердца был допущен к тому, чтобы нам дали сертификацию и дали возможность использовать первое механическое сердце. В целом подготовка очень серьезная велась на протяжении нескольких месяцев. И вот результат такого. Планируете ли Вы в будущем проводить такие операции? Ну, несомненно. Сегодня сделана, можно сказать, операция престижа. Мы сделали то, что положено было сделать первый раз. Нам нужно решать проблему социальную, нам нужно спасать больных. Есть вещи, которые мы просто обязаны делать. Мы в какой-то степени догоняем Европу сегодня. Но если страна хочет интегрироваться в Евросоюз, то в первую очередь нужно интегрировать социальные вещи, и медицину в том числе. И те стандарты, которые сегодня приняты в Европе по медицинскому обслуживанию, они должны использоваться в Украине для того, чтобы мы стали настоящими европейцами. И в этом смысле тоже. Ну, не каждый себе может на самом деле позволить такую операцию, потому что вот стоимость сердца 120 тысяч, сама операция. Я Вам скажу, что на Западе никто не платит за механическое сердце из своего кармана. Платит страховая компания. Это в порядке вещей. И страховые компании, государственные или частные, они покрывают такие вещи. Поэтому я очень рассчитываю на то, что появится в следующем году государственная программа, которая будет закупать механические сердца за бюджетные деньги. И больным этого ничего не будет обходиться, собственно говоря. Это первое сердце тоже больным ничего не будет. Да, в данном конкретном случае. Кто оплачивал, кто выступал спонсором? Гарантом оплаты выступил фонд «Сердце на Долоне». Это фонд, который сотрудничает с Институтом сердца уже давно. В частности, помогает детскому отделению. На протяжении многих лет у нас все дорогостоящие девайсы, все дорогостоящие окклюдеры покупают именно этот фонд для детей. Собирают деньги с миру по нитке, что называется, на различных предприятиях, аукционах и пробегах и так далее. Пациенту ничего не стоит? А сейчас вот они взялись оплатить механическое сердце. Мы рассчитывали, честно говоря, что соберем на фонд гораздо быстрее, используя какой-то позитивный все-таки резонанс в этом смысле. Но, к сожалению, за эти две недели не собрали даже четверти суммы. Так что пока с финансированием проблемы. Фирма дала пока это сердце под мое честное слово, понимая состояние больного и просто из каких-то филантропических соображений, чтобы спасти конкретного пациента. А за счет чего будет дальнейшее обслуживание проходить механического сердца? Обслуживание не стоит ничего. Это просто настройка аппарата, обслуживание его по софту, может быть, по программному обеспечению, по настройкам работы самого сердца. Но там нет запчастей, которые придется менять. Все, что сейчас уже есть, оно будет работать много лет без замены. Понятно, что с финансированием большие проблемы в нашей стране. Это касается не только медицины. Но вот вы со своей стороны пытаетесь как-то достучаться в Министерство здравоохранения. Говорите вы о своих потребностях, о том, в чем нуждаются сегодня пациенты ваши? Ну, ситуацию, наверное, в целом в медицине вы знаете. И в том числе ситуацию в Министерстве, что за последние два с половиной года как-то все очень сложно работает. На сегодня в Министерстве есть огромное количество проблем. И эти проблемы не вчерашние, они накопились за последние, наверное, лет 20-25. И сейчас мы пытаемся при помощи каких-то новых реформ решить накопившиеся проблемы. Поэтому думаю, что сегодня чиновникам в Министерстве есть чем заниматься, кроме механического сердца. Там и вопрос вакцин, и вопрос различных противоядий, и вопрос закупок медикаментов за бюджетные деньги. Это все очень серьезно, и это все под таким пристальным вниманием. Но, тем не менее, я думаю, что вот сейчас мы сделали такую резонансную операцию, мы показали, что мы это можем делать. И будем, конечно же, под дальнейшую программу просить финансирования. И в Министерстве, я думаю, что может быть и в Кабмине отдельно, под программу механических сердец отдельно. Шафранский вас поздравлял? Да, Виктор Викторович поздравил меня с первой удачной операцией. Насколько, я правильно понимаю, клиника находится на государственном обеспечении? Да, это Мозовская. Насколько вам помогает государство сегодня? Ну, так, процентов на 30, может быть. У нас полностью обеспечивает государство, пусть небольшую, но зарплату. Это без задержек выплаты идут. Вот, коммунальные расходы тоже, это защищенная статья, и она обеспечивается. Такие статьи, как питание больных, дессредства, лабораторное оборудование, вообще оборудование, сервисное обслуживание оборудования, на протяжении уже многих лет мы не получаем ни копейки. По статье расходов на расходные материалы и на медикаменты мы получили где-то процентов 30 от необходимого. На сегодняшний день, вот, приближается август, склад уже полупустой, и в августе он будет полностью пустой. Честно говоря, до конца года нам будет очень тяжело выживать, поскольку просто закончилось финансирование. Вы, как человек изнутри, как вот видит все эти проблемы, не думали сменить медицинскую практику на кресло чиновника? Ведь, возможно, вы, зная все проблемы, которые происходят в медицине, сможете лучше повлиять на ситуацию и сможете правильно распределить, опять же, средства бюджетные. Были такие предложения, вполне конкретные, были предложения. Честно говоря, я не чиновник в душе. Я кардиохирург уже на протяжении 30 лет и занимаюсь своей любимой работой, и у меня это хорошо получается. За прошлый год я сделал больше 700 операций на сердце, только я лично. Клиника делает 5000 операций. И у нас это получается лучше, чем, наверное, получалось бы администрирование какое-то или чиновничья работа. Поэтому, честно говоря, у меня нет желания никакого. Да, и я вижу, что есть люди, которые более подготовлены к такой работе, есть люди, которые специально где-то проходили какие-то образовательные вещи. Кресло министра вакантно. Вот кого вы видите как врач на этом посту? Ну, есть разные обсуждения этому всему. Некоторые говорят, что должен быть не врач. Я так не считаю. Все-таки на сегодня настолько сложные чисто медицинские проблемы в медицине, что если туда придет просто чиновник-администратор, то вряд ли он найдет взаимопонимание с лечебными учреждениями и вряд ли он поймет, что именно в первую очередь сегодня нужно менять и в какой степени нужно уделять внимание той или иной проблеме. Поэтому должен быть врач с хорошим административным ресурсом, с опытом работы где-то в министерстве или хотя бы в каких-то областных департаментах, который знает, как ходят документы, который знает, что такое закон, который знает, как правильно написать приказ и так далее, ну и у которого есть четкое представление, в какую сторону должны двигаться реформы. Вот это главное. Сегодня нужен чиновник, который четко себе представляет конечную цель реформы. Потому что последние пару лет это много обсуждается, но конечную цель реформы никто так и не сформулировал. Какую медицину мы строим? Застрахование, вот я как-то скептически, как многие украинцы отношусь, к этому, возможно, бесплатная медицина. То же самое, не секрет, что это давно не работает на нашей стране. Как с этим бороться, что делать, что придумывать взамен? Или делать платное, но открыто об этом говорить и обеспечивать качество? Или же что, по-вашему, ваше видение интересно? Почему-то у людей есть такое представление, что медицина может быть либо бесплатной, то есть вот такой государственной, как она сейчас есть, либо платной, когда вы приходите, как в частную клинику и за все платите. На самом деле это не так совсем, не черно-белое кино. На самом деле мы с вами плательщики налогов. И вы и я платим налоги из своей зарплаты. И кто-то там сидит наверху, распределяет эти налоги. И какую-то часть из этих налогов отдает на наше с вами медицинское обслуживание. Насколько рационально распределяются наши налоги, и насколько рационально именно в медицине они используются, для того, чтобы сохранить наше с вами здоровье, сделать его профилактику, вылечить в случае болезни. Вот это вопрос. Поэтому мы свои налоги заплатили. Заплатили мы их централизованно, вот как мы и платим сейчас. Либо мы какую-то часть из своих налогов будем четко выделять на наше медицинское обслуживание. Вот в этом и заключается вопрос. Еще вопрос заключается в том, какую часть из своих налогов мы хотим потратить на медицину. На Западе этот процент колеблется от 7 до 12, в некоторых странах до 20, даже до 25. На сегодня у нас этот процент, скажем так, несравненно мал. И сколько бы мы сегодня не говорили о том, что система государственная хороша, к сожалению, она уже не работает. Поэтому нужно создавать страховую компанию государственную, как я себе это вижу, и как этот путь уже прошли Молдова, Польша и многие другие страны, соседние страны. Они создали государственную страховую компанию или агенцию, или компанию, или как угодно это вы можете назвать, но под контролем государства, естественно. Куда собираются налоги граждан и откуда распределяются эти налоги на оплату конкретной медицинской услуги. Не на содержание медицины в целом, не на содержание всех больниц, которые нужны или не нужны, неизвестно. Они оплачивают конкретную медицинскую услугу в любую клинику, вне зависимости от ее принадлежности. И в этих условиях появляются частные клиники, появляются ведомственные клиники, появляются другие совсем возможности, появляется контроль качества, оказание услуг. В основе этой реформы должна лежать одна простая вещь. Любой реформы медицинской. Должны появиться цивилизованные экономические отношения между пациентом, врачом, больницей и государством. На сегодня таких цивилизованных отношений нет. Нигде они не оговорены. Пусть написать новый закон. Да, должен быть закон о страховой медицине. Да, мы должны ввести понятие медицинская услуга, мы должны ввести понятие оплаты медицинской услуги. Мы должны для того, чтобы это ввести, сделать пару предварительных шагов. Принять стандарты лечения разных болезней и после этого рассчитать тарифы лечения этих болезней. И оплачивать медицинским учреждениям по этим тарифам за каждую указанную услугу. Тогда появится контроль качества, тогда появится рост профессионализма, тогда появится оборудование, появится здоровая нормальная конкуренция за страховые деньги. И как только появится здоровая нормальная конкуренция, то и цены начнут снижаться. На сегодня, к сожалению, те частные клиники, которые есть, они монополисты каждой в своей области. И не всегда качество соответствует тем ценам, которые выставляются. Ну и, к сожалению, больше 2% населения в эти частные клиники попасть не может в силу того, что им приходится платить сами. Совсем другое дело, если за каждого из пациентов будет стоять страховая компания, будет оплачивать за их медицинские услуги. И тогда для пациента это будет бесплатно, это будет та же бесплатная медицина. Заплатив свои налоги, вы будете уверены, что вы, придя в любую клинику, получите ту услугу, которую ожидаете. И ваша страховая компания, будь то государственная или частная, заплатит за ваше лечение. Вот так это должно выглядеть. Так вот все-таки, что в Украине мешает это делать? Если не Швайск, Виташвили, предыдущий министр, пытался? Не пытался. Ну, мне кажется, что не пытался. Так мне показалось. Ну, то есть отсутствие отношений. Хорошо. Это должен быть просто политический поступок конкретного министра? Или это должны быть вышестоящие органы? Я думаю, что такой переход на такую вот страховую медицину вызовет какой-то временный провал все-таки организационный в медицинском обслуживании. И все очень боятся этого провала, потому что всем хочется избираться, каждый на своем округе, каждый думает о предстоящих выборах. И, естественно, всякие такие социальные провалы, пусть даже на несколько месяцев, никого не устраивают. Поэтому все хотят как-то максимально это отодвинуть по времени и избежать этого. Ну, и мне кажется, все-таки нет четкого представления пока там наверху о том, какую конечную цель мы, какую медицину мы строим. И нет модели четкой, к которой бы мы шли. Думаю, что нужно было бы взять за модель либо польскую модель, либо модель, ну, вот польская, по мне, самая с нам близкая. И тот переходный этап, который они пережили из советской медицины, вот в такую, ту, которая сегодня у них есть, страховая, нам придется пройти, хотим мы этого или нет. Поэтому тот опыт, который они уже имеют, мы могли бы использовать. К тому же они очень настроены делиться своим опытом. Так что я бы выбрал эту модель, и мне кажется, надо уже привязаться к какой-то модели и жестко тогда следовать шаг за шагом по реализации этой реформы. Проблема в том, что у нас министры меняются, как один не успеет прийти, начинает вроде бы какие-то шаги, и все, смена власти, и приходит новая. Проблема в том, что мы реформы привязываем к конкретным людям. А реформы не должны быть привязаны к конкретным людям. Решение о реформе должно быть принято Верховной Радой, и министр, это исполнитель, это исполнительная власть, он должен выполнить решение Верховной Рады. И кто бы он ни был, сколько бы он там ни сидел в кресле, он просто должен шаг за шагом эту реформу реализовывать. Вот и все. Мы почему-то думаем, что придет какой-то конкретный человек, стукнет кулаком по столу, уволит кого-то, какого надо, возьмет к себе в замы, кого надо. И сразу упадет реформа. Не рассчитывайте, что это будет быстро. Даже при очень серьезных волевых решениях на самом верху у нас такая задолженность по организационной работе, что раньше, чем за пять лет, реформа медицинская, даже я не вижу, как бы это можно было сделать. Элементарный вопрос. Электронная история болезни. Для того, чтобы ввести электронную историю болезни рутинно по всей стране, нужно потратить, я не знаю, наверное, несколько миллиардов долларов для того, чтобы закупить серверы, провести все эти коммуникации, интернет и так далее. Поставить на каждый рабочий стол по монитору, по компьютеру, по принтеру, в конце концов и так далее. И это маленькая часть этой реформы. Потому что без электронной истории болезни, без реестра, без учета, без реформа не пойдет. Представьте себе, какое количество, сколько тысяч больниц нужно хотя бы этим укомплектовать. На Западе это шаг за шагом делалось в течение последних 30 или 40 лет, с тех пор, как появилась компьютеризация. У нас задолженность по информационному полю, у нас задолженность по оборудованию, огромная задолженность по кадрам. По кадрам у нас просто нет кадров, которые бы сегодня могли вести страховые случаи. Это тысячи страховых агентов, которые должны работать в этой области, если мы вводим страховую медицину. Это должны быть страховые агенты, которые контролируют качество оказываемых услуг. Это целая инфраструктура, которую нужно создавать шаг за шагом. И за месяц, за два это не родится. Поэтому здесь не волевые решения. Здесь нужно принять закон и после этого в течение многих месяцев упорно трудиться для того, чтобы его реализовать. Какая ситуация сегодня на рынке донорских сердец в Украине? Вы ведете свой реестр института сердца, правильно? Который нуждается в пересадке? К сожалению... Или это по всей стране? К сожалению, тот закон, который был принят в 1999 году, грубо говоря, как это ни печально, поставил крест на всей трансплантологии. Потому что на сегодняшний день для того, чтобы взять у человека донорский орган, мы должны спрашивать разрешение у его родственников. Абсолютно парадоксальная ситуация, когда я здоровый взрослый человек. И у меня нет сегодня механизма, законного механизма распорядиться своими органами при жизни. Я не могу высказать ни согласия, ни несогласия. Нет такого механизма, нет такой бумаги, нет такого реестра, куда бы я внес свою фамилию, что я согласен или не согласен. После моей смерти моими органами будут распоряжаться мои ближайшие родственники. И спрашивается, с какой стати? Пусть они даже мои самые любимые и ближайшие родственники. Почему они должны распоряжаться этим, а не я при жизни? И вот такая система, к сожалению, разрушила всю трансплантологию в Украине, которая была еще с советских времен довольно развита. И почки пересаживали в 70-х годах довольно активно. На сегодня мы разрабатываем новый закон. Мы разрабатываем, я так говорю немножко громко, потому что все разрабатывают, каждый в своей области на своем уровне, пытаются внести какие-то поправки к этому закону. На мой взгляд, опыт Беларуси сегодня самый оптимальный. Беларусь, приняв закон с презумпцией согласия, в 40 раз за 5 лет увеличила количество трансплантаций. В Беларуси сегодня, Беларусь сегодня вышла на 9-е место в мире по количеству трансплантаций. Представляете, маленькая Беларусь на 9-м месте по количеству трансплантаций на душу населения. Разрешив людям распоряжаться при жизни своими органами, правильно? Да, есть два вида презумпции согласия. Первый предусматривает активное согласие на забор органов после смерти человека. А второй предусматривает активное несогласие на забор органов после смерти. То есть любой здоровый человек, взрослый, совершеннолетний, может при жизни либо высказать активно, что он хотел бы, чтобы его органы забрали, либо он может активно высказаться, что он не хочет этого. Вот Беларусь приняла закон, когда человек активно имеет право высказаться против забора органов и донорства после его смерти. Это где-то фиксируется? Да, конечно. Есть специальный сайт в Координационном совете трансплантологов, куда человек может зайти, зарегистрироваться. Это занимает 2 минуты времени. Внести свою фамилию, имя, отчество, внести паспортные данные. И после его смерти, что бы там ни говорили его родственники, или как бы не хотели врачи этого, трансплантологи или кто-то еще, если он высказался против, все это уже на 100% против, и никуда его органы не идут. Вот такой закон на сегодня работает в Австрии и Беларуси, и они сегодня лидеры по трансплантологии. Это решило очень много социальных проблем и медицинских. В Беларуси практически нет очереди на листа ожидания на пересадки почек. Они ликвидировали большинство диализных центров и снизили расходы в целом по медицине значительно в разы, потому что диализные центры потребляют миллионы долларов в год, и в Украине в том числе. И люди-инвалиды вынуждены через день приходить и ложиться там на 4-6 часов под искусственную почку. При этом государство тратит реально десятки миллионов долларов на закупку диализных колонок. Вот в Беларуси на сегодня это исчезло. Остались только маленькие центры, которые короткий период времени обслуживают таких больных, до того времени, пока для них находят почку. И хотелось бы, конечно, чтобы в Украине это было так. Сколько в среднем украинец ждет донорское сердце? Или хотя бы от и до? Два пациента, которых пересаживал я с моими коллегами 13 лет назад, Эдуард Соколов до сих пор живет в Харькове, ходит и живет с донорским сердцем. Сережа Маценко живет в Кобеляках уже больше 10 лет с донорским сердцем. То есть сама пересадка – это очень хороший метод лечения, лучший метод лечения сердечной недостаточности. С донорскими сердцами в среднем в мире люди живут больше 13 лет на сегодняшний день. Есть рекордсмены, которые живут 25 лет. Представьте себе 40-летнему человеку, если пересадить сердце, он может прожить до 65 лет. И прожить вполне полноценно. Это люди социальные, физически адаптированные. Им не нужно все время быть у врача. Сережа Маценко колит дрова, чтобы вы понимали качество жизни. Как отличить обычного человека? Никак. Только шрамом на груди и тем, что он принимает раз в день свой иммунодепрессант. Больше он никак не отличается. Нуждать приходится долго? За последние 5 лет практически не было пересадок сердца в Украине. На сегодня, если мы не поменяем закон, трансплантология поставлена на грань вымирания в Украине. Целая отрасль медицины на сегодня находится в руках нескольких энтузиастов, которые со своими маленькими командами что-то пытаются сделать и что-то поменять. Еще интересно ваше мнение. В Украине время-то времени загорается скандал, связанная с черной трансплантологией. Как с этим бороться? Может, вы подскажете какие-то механизмы противодействия этому грань? Об этом нужно говорить. Это не нужно замалчивать. Действительно, есть страны, куда наши украинцы ездят продавать почки. И в этом заключается вся черная трансплантология. Чтобы вы понимали, что сердце невозможно пересадить где-то в сарае или забрать органы где-то там, как нам рассказывают, что вы на остановках можете разбирать больных на органах. Это очень тонкий и серьезный процесс. И занимаются этим только ведущие клиники и людей, которые подготовлены для того, чтобы делать пересадки, на сегодня можно посчитать на пальцах одной руки. В 40-миллионной стране на сегодня трансплантологов, которые что-то могут сделать, очень немного осталось. Контролировать их очень просто. Все случаи, когда рассказывают о том, что нашли ребенка с вырезанными почками, глупость несусветная. Во-первых, детские почки никому не нужны. Детям их не пересаживают. Во-вторых, любой орган, который изъят из организма, как бы хорошо его не законсервировали, больше нескольких часов не живет. Сердце живет 3,5 часа. После этого вы можете его выбросить спокойно. То же самое с печенью, то же самое с легкими. Немножко дольше живут почки, но куда-то вывезти, продать технически невозможно. И об этом люди должны знать, об этом нужно говорить. Потому что когда мы в Верховной Раде на комитете рассказываем, что мы хотим принять вот такой закон или такой закон, нам вроде бы серьезные взрослые люди говорят, что вы будете в ведра это собирать и вывозить в Германию. Просто, понимаете, какая-то такая вот не совсем профессиональный такой подход и представление о том, что это возможно именно так. В ведрах вывозить куда-то. Повторюсь еще раз. Органы не живут дольше 3-4 часов вне организма. Куда-то вывезти даже в другой город не представляется возможным. Создать условия искусственные невозможно. Вы знаете, 4 пересадки, которые мне пришлось сделать, мы всегда были, вот они были всегда в пределах Киева. И каждый раз это была большая проблема успеть вложиться в эти 3 часа, даже в пределах Киева. Потому что как только где-то пробка на мосту, и ты простоял лишние 15 минут в этой пробке, дальше это сердце можно выбросить. Полтора часа уходит на вшивание, полчаса уходит на консервацию, и на транспортировку остается чуть меньше часа. Невозможно. Так что все фантазии по поводу черной трансплантологии на 99% надуманы. И есть 1% случаев, когда люди выезжают в другие страны, в третьи страны, не будем их называть, где они продают почки. Такие случаи есть. Если вы откроете интернет, то вы увидите, что есть люди, которые организовывают такие вещи, но это не в Украине. Сколько длилась операция по пересадке механического сердца? 3,5 часа. И есть ли какие-то особенности доставки его в Украину? То есть тоже какие-то условия для... Главное его не перегреть, потому что поверхность внутри гипорианизирована, и больше 50 градусов его разогревать нельзя, поэтому везут его в рефрижераторе, чтобы, не дай бог, вот на таком солнцепёке сердце не перегрелось. Там стоят температурные датчики, которые это контролируют, и если ящик перегреется, то сердце уже не используется. Скажите, случались ли с вами ситуации, когда вам приходилось оказывать медицинскую голову на улице, в транспорте, возможно? Да, постоянно практически. В самолёте с моим везением, каждый раз, когда я лечу куда-то в самолёте, ну не каждый раз, но через раз у кого-то то инфаркт, то инсульт, то ещё что-то, и меня уже стюардессы узнают в некоторых самолётах, говорят, ну, с нами доктор на борту. Всё будет хорошо. А вы суеверный человек? Все хирурги суеверные, страшно. Всё равно вы им рассчитываете на себя, делая операцию, правильно? Всё в ваших руках, так сказать. Наверное, всё-таки всё в руках Всевышнего, и там Святая Троица собирается периодически и решает судьбу каждого человека. А хирурги в этом смысле только инструмент, которым могут воспользоваться правильно или не воспользоваться. Наверное, все врачи желают своим пациентам, в первую очередь, здоровья. Что бы вы, и вот какие три рекомендации вы можете дать людям, чтобы сохранить своё здоровье как можно дольше? Топ-три совета от лучшего кардиохирурга в Украине. Наверное, тремя советами я бы не обошёлся. Чем вы руководствуетесь своей жизнью? Какие есть, может, у вас есть правила, по которым вы живёте? Если идёт речь о здоровом образе жизни, то есть несколько принципов, которые обеспечивают нам этот здоровый образ жизни. На самом деле, примерно 14% нашего здоровья могут обеспечить те современные методы лечения, которые придуманы за последние годы. 86% — это только наше с вами поведение, наше питание, наши физические нагрузки, наш сон, ну и отсутствие всяких факторов негативных в виде курения. Первое, что бы я посоветовал людям — выбросить сигареты напрочь. Курение — это самое страшное, что человек может для себя придумать. Такой удар по здоровью, который никакими другими методами лечения компенсировать на сегодня невозможно. Даже если вы курите одну тоненькую сигарету в день, это уже такой серьёзный удар, который не компенсируется ничем. В плане питания нужно, естественно, себя ограничивать от обилия сладкого, жирного. В общем, всё это известные вещи. Просто нужно периодически прикрывать холодильник, особенно по вечерам, и лишний раз к нему не подходить. Соответственно, кушать больше овощей и фруктов, убрать из своего рациона сахар и конфеты напрочь, сладкие воды, различные, вот кока-колы и прочее. Пусть это не выглядит, как антиреклама кока-колы. Может быть, это хороший напиток, но сахара там настолько много, что это не приносит здоровью никакой пользы, не наносит вред, как и все другие сладкие напитки. Обязательно должны быть умеренные физические нагрузки. В каком бы возрасте человек ни был, это могут быть просто физические упражнения или пешие прогулки, неважно, но у человека в течение дня должно быть хотя бы минут 20-30 нормальных физических нагрузок. Это может быть гимнастика, фитнес, пробежка на каком-то велотренажере или плавании, но это обязательное условие для полноценного здоровья. И здоровый сон. Минимум 7 часов человек должен спать. Вот эти зависания в фейсбуках, просмотр каких-то программ ненужных, абсолютно о которых вы утром даже не вспомните, до часу ночи, а потом сон судорожный до 6 утра и потом опять на работу с невозможностью раскрыть глаза. Это нездоровый образ жизни. Человек должен спать нормально 7-8 часов. И себя любимого в этом смысле нужно как-то ублажать, особенно если есть возможность пораньше лечь, то нужно лечь в 10 часов. Это очень важно для здоровья. Ну и, конечно, снимать стресс. Если у вас стрессовая какая-то нагрузка есть на работе или вообще по жизни, вот физическая нагрузка хорошо снимает стресс, алкоголь раз в неделю хорошо снимает стресс и не вреден для организма, если это малая доза алкоголя, небольшая, и если вы не за рулем в этот день, то можно выпить 100 грамм водочки и немножко снять стресс. Ничего там, катастрофы никакой нет. Красное вино, бокал в день, уже доказано учеными, достоверно продлевает жизнь. Нам подтвердили этот факт. Так что, если это, конечно, натуральное вино, а не порошок разведенный, так что в этом смысле на ограничение себе надо ставить, но это допустимо. Так что здоровый образ жизни из нескольких пунктов состоит. Здоровое питание, физические нагрузки, здоровый сон, отсутствие всяких вредных факторов в виде курения и всякой химии, которая может влиять плохо на организм. Все. Продолжение следует...